Ну, самый главный вопрос, что такое гравитационные волны, и можно ли, вообще реально ли, в двух, в трех словах объяснить, как это связано с предсказанным Альбертом Эйнштейном искажением пространства-времени? Ну, давайте попробуем. В принципе, такие основные идеи по визуализации этого процесса, они довольно давно придуманы, и они вполне адекватны. Гравитация, современная теория гравитации, это геометрическая теория. Соответственно, мы действительно говорим о планетре и пространстве-времени. Вы можете себе представлять, например, треугольник, рисованный тренинг лазером и лучами в космосе, и вот что-то происходит с пространством, и действительно этот треугольник будет исказаться. То есть лучи света хотят идти по прямой, но если саму пространство тревуют, то все, кто ездил по проселочному дорогу, то, как мы знаем, вы пытаетесь ехать по прямой, а едете, как получается. Ну, лучи света так же себе ведут в искажаемом пространстве. Пространство искривляется в людей массивных тел. Массивных, значит, обладающих массой. Не знаю, что они должны быть тяжелые. Самое легкое, оно тоже искажает, просто чуть-чуть. Соответственно, если эти тела двигаются, то меняется искажение пространства. Если тело будет двигаться условно, куда-то сюда, дергать по пространству, то тогда будет, безумно говоря, периодическое возмущение пространства, и стандартная визуализация, двумерная такая поверхность пленка, которую начинают дергать, и по ней бежит волна, это правда очень хорошо отражает то, что происходит. Просто представить, как происходит терпение, мы не можем. В мире мы представить себе можем. И в гравитационной визуализации есть такое искажение, соответственно, как это ловится. Если, например, у вас висят два предмета в пространстве, проходит вот эта гравитационная волна, это возмущение пространства времени, то просто начинает физически меняться расстояние между этими предметами. И это же вопрос, как вы это измерите. И если вы используете световой импульс, очень важно строить импульс, там есть максимум, минимум, световая волна. Если вы используете световую волну, у нее есть отличная особенность, она всегда двигается со скоростью света. Поэтому, если вы меняете расстояние между объектами, а скорость движущегося объекта остается так же, то у вас будет меняться время распространения. Поставить формулу из первого класса, формулу из трех букв. Короче, формула не другое. И дальше вопрос, как почему на пальце просто, как это сделать технически. И вот это оказывается очень сложной, поэтому лишь два года назад это впервые удалось сделать, и до этого люди почти 50 лет пробовали, и не получали. Вот, собственно, мы переходим ко второму вопросу отчаянника. Как получилось обнаружить и, получается, доказать то, что предсказывал лишь в теории Альберт Эйнштейн? Соответственно, прекращающая гравитационная волна, она действует на объекте, как прилив. Но поскольку эта волна будет периодически изменяющейся приливное воздействие, но все знаем, например, луна-эйберт действует на зиме, океанах, зима, соответственно, круглая, поэтому возникают такие приливы из-за движения луны вокруг, то есть определенной конструктуры, предсказуемой от колебок. Так вот, вы можете взять, строк говоря, любой предмет, и проходящая гравитационная волна будет у него, так говорится, включить и колбас. То есть она будет в одном направлении растягивать, только он сжимает, потом наоборот. У нас все представители, такие мусы, висящие в космосе, они будут сключиваться в леверс, потом растягиваться обратно в круг, сключиваться в другую сторону. Но просто как это померить, первые детекторы, это действительно были такие ленинговые баллонки, облаженные датчики, и надежда была, что волна заставят вибрировать баллонку. В десятилетии поездов с усовершенствами детекторов с отложением у нас рассветных температур мы нечиняемые древние. И тогда было решение не ждать пока близко, что-то произойдет туда сильный сигнал, а посчитать гарантированно, какие сигналы происходят в несколько раз в год, и построить детектор такой чувствительности, чтобы он точно регистрировал эти сигналы. И вот за несколько заходов с постройки прототипов была реализована программа ЛАВИКа. И действительно, как только она вышла в сентябре 2015 года на ту чувствительность, где она должна видеть одно событие в месяц, они фактически мгновенно увидели первое, а потом, как я ожидал, за несколько месяцев чистой работы, какие-то события. Что это были за события? Это следующий вопрос. Соответственно, чтобы сильно возмутить пространство времени, мы его возмучаем, когда в разматриваем руками любые действия совершаем, но чтобы сильно возмутить пространство времени, объекты должны быть массивные, контактные, чтобы в данном месте сильно горить пространство времени, условно говоря, и иногда быстро двигаться. И я надеюсь, это черные дыры. Это самое компактное, что есть в данной массе, а где черные дыры падают друг на друга, попечится скоростью света. Больше всего не получится. И было ясно, что лучшие источники это или сливающиеся черные дыры, или сливающиеся нейтронные звезды, которые очень похожи на черные дыры, чуть-чуть не дожали остановиться. Соответственно, детекторы строились вот такие события. Черные дыры сбиваются резко друг с другом, нейтронные звезды чуть почаще, но все равно в нашей зоалактике слиянием двух нейтронных звезд происходит примерно раз в 20 тысяч лет. Черные дыры все реже. Но черные дыры зато горят, к сожалению, нейтронные звезды, поэтому сигнал получает мощнее, его видно у большого расстояния, и оценки, в том числе в нашем институте, делавшиеся законным постам про крону, или, в принципе, те страны по такому индиционам показывали, что это слияние черных дыров скорее всего самое первое событие. Но дальше как приезжает эта карта лежит. И мы видим, что до сих пор все пять объявленных событий это слияние черных дыров достаточно тяжелых, каждая из них 20-30 раз тяжелее солнце. Вот мы ждем по нему или через две объявят первое слияние с честными метров мы живем слияние об этом все это ходят на ученом сообществе. И все сухи говорят, что в середине концепт будет сделано официальное заявление. Будем ждать с нетерпением, но подскажите, правильно ли я понимаю, что эти глобальные процессы слияния черных дыр произошли давно-давно в прошлом? Да, разумеется. То есть они произошли в коллекте-коллекте завод и сигнал на него сотни миллионов миллиардов лет в некоторых случаях до нас дырался. А в случае с этими черными дырами, которые были зафиксированы как раз Лайга? Ну вот все эти события примерно находятся на порядке одного миллиарда световых лет от нас. То есть минимум 2 миллиарда, 2 миллиарда, чуть меньше миллиарда, где-то так. Соответственно, пришел сигнал. Расскажите, что из себя представляют в целом эти такие глобальные, масштабные, даже и по размерам по своим установки? Насколько я понимаю, они в разных частях Соединенных Штатов Америки находятся, представляют какие-то тоннели, но вот помимо этого мне ничего не понятно, что из себя представляют эти установки? Сама в деле вообще установка для регистрации других событий, она примерно в 19-м веке условно говоря. Чуть по-другому это делал, у лазеров тогда не было. Но это не как-то ровный прыг, то есть есть в форме буквы G три трубы, в конце этих труб висят зеркала, на пересечении труб полупрозрачное зеркало, которое может пропускать свет, может отражать, то есть частично пропускать, частично отражать, лазером светят на это зеркало, сигнал бьется и уходит один в одну трубу, другой в другую, какое-то время в этих трубах сигнал бегает туда-сюда, и зеркала сделаны так, чтобы они, условно говоря, из тысячи попаданий сигнала 999 отразали, один раз пропускали. Поэтому тысячу раз сигнал бегает туда-сюда, потом он выходит, складывается обратно и интерферирует. Интерференция, такой, в общем-то, излучаемый спорный процесс взаимодействия вул, она усиливает, друга ослабляет, в зависимости от того, как сложились. Детекторы настраивают так, чтобы сигналы слабили, или альтера в друга, в детекторе ничего не было. Вот если мы теперь начинаем одну трубу сжимать, а другую растягивать, точнее говоря, мы эту трубу ничего не делаем, зеркова виссящие в концах начинают одно удаляться, другое продвижаться от места пересечения, то когда сигналы, которые были настроены так, чтобы уничтожать друг друга, складывать, они перестают это делать, и появляется сигнал на детекторе, который регистрируется, значит, мы знаем, что произошло, что изменило положение в зеркал. Но дальше наступает некая тетрадь, поскольку есть много таких шумов, но, к счастью, в более мощном именно слиянии на втором звездке, что на твер, можно заранее посчитать, какими могут быть эти сигналы. И обычно говорят следующее вечер. Если вы идете, он в своем месте, и с одной стороны, вы идете по лосточному базару, вам все равно слышны, какие-то вам кажутся знакомые слова. Просто на ходе шумов вы выделяете знакомые паттерны какие-то, знакомые комбинации звука. В другой стране, чтобы у вас открыт, лучше встречать что-то вам хорошо знакомое. Вот все ваши люди. Так вот, для того, чтобы распознать на ходе шумов слияние, было насчитано, в том, например, это слова-слов, которые детектор Лайды знает. И это почти что 200 тысяч, наверное, вариантов слияния микронозвезд и черных герц с разными параметрами. И вот в сигнале ищут именно такие события, которые похожи на одно из этих слов-словове. Дальше, если его находят, начинают анализировать подробнее, 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 и, наконец, удается выделить этот слабый сигнал. Но, тем не менее, в самом деле, они стоят в разу в конце США, между ними 30 тысяч километров, для того, чтобы одна проверяла другую. Если сигнал есть только на одной установке, она вторая нет, не сумма они были о нем говорить как надежный сигнал, а вторая должна быть больше обносить все было очень надежно, чтобы все проверялось. А установки, собственно говоря, это и есть вот те гигантские тоннели, длина которых под 4 тысячи метров, как пишут. Это вот о них идет... 3-метровые сквозь влаги, 3-метровые сквозь влаги, и так получается, что мы здесь на Земле услышали этот шепот на восточном базаре Вселенной, простите, литературные образы, мы услышали этот шепот или это крик был? Насколько сильный сигнал и в каком виде он поступил? Что это за сигнал? Сигнал выходил он очень сильный. Есть предельная светимость, предельная мощность сигнала в природе, и слияние черных дых дают мощность близких к дереву. Но гравитация очень слабая взаимодействия, поэтому, во-первых, распространить на большое расстояние сигнал просто размазывается по большому объему, и ослабевает из-за этого, поэтому нам трудно видеть далекий объект. А во-вторых, даже не вся может быть заметная энергия, проходя мимо нас, гравитационная волна очень слабо воздействует на предметы вокруг, у нас там дамаги растачиваются, длинно-порисения не происходят, нас снова избивают гравитационные луны. И поэтому заметить сигнал действительно сложно. Смысльность была выделена большая, прослеяние таких черных дэв, которые регистрируют лазер, на долю секунды энерговыделение в этой странной коже, энерговыделение такое же, как у всех звезд в видимой части Вселенной. Вот вы возьмете там 100 миллиардов галактик, каждый 100 миллиардов звезд, они все вместе в течение доли секунды двигают столько энергии, сколько сливающих черных дэв. И, собственно говоря, ее уловили. Что означает это открытие для науки с точки зрения дальнейших шагов? Что дальше? Какие теперь тела или объекты попытаемся засечь Земли? И не знаю, насколько это обоснованный вопрос, но я не могу его не задать. Все говорят всегда о практическом применении неких разработок. И хотел бы и ваше мнение на это что-то услышать. Ну, вот детектор Лайго и Верго были разработаны именно для обнаружения сведения нейтронных звезд и черных дыр. Поэтому вряд ли они обнаружат что-то еще. Они ставят всякие интересные пределы. Например, одиночная нейтронная звезда, если она спустнута, она тоже может стать источником сигнала, но в последнее время так они не исключат. Сигнал ищут, но ничего не нашли и вряд ли найдут. Тем не менее, с одной стороны, вот если мы говорим об источниках. Установки Лайго и Верго это челескопы. Они изучают астрономические эвэи состояния нейтронных звезд в черных дыр и они будут это делать. Это помогает больше узнавать о черных дырах, больше узнавать о нейтронных звездах. Наверное, благодаря наблюдениям состояния нейтронных звезд мы в течение нескольких лет действительно узнаем из чего нейтронные звезды состоят. то есть ответим на геограмм физики как ведется геовещество для сверх высокой плотности. С другой стороны, сейчас действительно, наверное, самое надежное доказательство, что они черные дыры именно данные по гравиационным вулам. И в ближайшие годы будет все больше и больше и больше и почти мы видим значит черные дыры это именно черные дыры. Кто знает, может быть, окажется, что они хитро устроены. Малка латериаля, но это не имеет. Если мы хотим изучать черные дыры, то это лучшее, что мы можем придумать. Но с другой стороны, установки типа лазерверга и те, которые будут построены в ближайшие годы, это приборы для изучения гравитации. И, например, вот Лайга по ремаху первых сигналов впервые сумела действительно измерить скорость гравитации. Чем больше будет наблюдений, чем больше детства будут участвовать, тем точнее мы будем измерять скорость гравитации. В общей теории относительности она точно равна теории света, скорости света, скажу прохим. В других теориях она может отличаться от скорости света и проверить это можно такими экспериментами. Узнать, шумный был, действительно, горизонт или какая-то поверхность. Можно, наблюдая детали гравитационного умного сигнала, сигнал может отражаться от поверхности особым образом, и это можно увидеть. И поэтому это действительно инструменты, которые не один раз открыты, но в этом планете необходимо заниматься чем-то другим. Там есть еще много чего, что можно делать, делать и делать. Вот вторая часть моего вопроса. Да, 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 потому что сейчас мы говорим все-таки о фундаментальной науке. Верно я вас понимаю? Ну, во-первых, фундаментальная наука, она действительно важна сама по себе. Потому что у меня есть какой-то любимый пример, да, такое практическое применение Джаконда, да, в Руссоу и Леонарту. Минтериальный эффект, да, финансовый эффект. А на самом деле, посчитайте, сколько туристов Джаконда с природой в Париж, и вы получите эффект просто миллион, миллиардов, евро. Поэтому у многих, вроде бы неочевидно, с клещей появляются вполне очевидные, легко подсчитываемые, какими-то калетикам, по корешочкам. Так что у ингредиентальной науки тоже есть много, а по без непосредственно практического, там, Джаконда вверху на стене не загорадует, как я знаю. Но тем не менее, важно, что при создании больших действительно научных, не просто использующих технологий, а создающих новые технологии технологии, разрабатывается много всего, что ввиду открытости научных исследований очень быстро коммерциализуется. Ну, и часть заказов вообще размещается, естественно, только в фирмах, производящих оборудование. А часть создается в новостных лабораториях, он достаточно легко попадает на рынок, в отличие от войны с разработчиками. То есть, вот, с утверждением войны, гриви и прогресса, в этом смысле, конкурентальная наука, и опция гриви и прогресса. Но и там, и там возникают супер высокотехнологичные запросы. Одни долго хранятся в секрете, пока, значит, они приведут к вам в корточку. А другие довольно быстро выходят на рынок, и многие вещи, которые мы используем, включая интернет, во многом обязаны своим происхождением и на фундаментальные исследования. Так что я думаю, что часть разработок, которые были связаны с созданием железа в ЛАЙДе, они просто, наверное, уже нашли применение. Просто я, будучи далек от лазерно-фтических технологий, не знаю примеров, но, возможно, они уже есть. Это что касается железа. Это очевидно, и с этим сложно спорить. А что касается все-таки фундаментального открытия и доказательств гравитационных волн. Можем ли мы пофантазировать на тему, как это может быть реально использовано человечеством или применено на практике? Ну, пофантазировать можно посмотреть, чьи множество вариаций, какие-то творные Интерстелла, или взять замечательную книжку Интерстелла науку за кадром, здесь более-менее все это рассказано. То есть, действительно, многие фундаментальные разработки, они открывают такой сирокий пастор для научной фантазии, и поэтому можно много интересного фантазировать. Но пока действительно остается фантастику. Если все укороны, там все красиво так на три части разделено, мы считаем, покрасим, достоверные научные факты, научная гипотеза, с которой серьезно работают, и фантастика, но научная, то есть просто, в принципе, могло бы быть что-нибудь противоречить закону физики, некоторые думают, что так оно может быть на самом деле. И вот, я думаю, все там собрано, включено, что здесь можно было бы определить. Поэтому, с одной стороны, действительно, прямое повреждение гравитационных волн в ближайшее время, скорее всего, не предвидится. Ну, опять же, как знать, в общей теории относительности приходилось быть, чтобы там достаточно точно работали системы GPS, ЛАНС, в общей теории относительности уже нужно, или чтобы там спутник попадал в нужную точку Солнечной системы, летая на ней. Индрадиационные волны вдруг неожиданно понадобятся еще повысить точность где-то, и тогда это станет существенным таким аспектом. Но, после этого, действительно, можно фантазировать. И последний в таком случае вопрос. Нобелевская премия по физике 2017 года Райнеру Вайсу, Барри Баришу и Кипу Торну. Скажите, означает ли вручение от Нобелевской премии, что теперь именно гравитация, гравитационные волны, изучение черных дыр в таком общественном публичном поле становится трендом, на который будет обращать более пристальное внимание, наверное, общественность. По сравнению с другими областями, в том числе и астрофизики. Я думаю, что в какой-то степени это всегда так и происходит. И поэтому, не случайно, все-таки Нобелевский комитет, он два года подряд за одно и то же премия, как правило, не дает. То есть пытается равномерно распределять премии по разным наукам, это правильно. Но с другой стороны, много лет, когда в начале действительно был потализатор, который мы устраивали с коллегами, кто получит, я много лет считаю, что давно пора вручить людям, которые занимались квантовой телепортацией, они так и не вручили, скажем так. Еще получат, еще получат, квантовые компьютеры уже практически собираются. Компания получат, но тогда, допустим, мы его приняли с МАКС, чтобы будет новый тренд. То есть физика, со временем, она очень большая, очень интересная. Там есть много людей, которые, безусловно, заслуживают таких наград. И тут же верят, что медаль найдет героев всех. И поэтому этих трендов будет много. Но сейчас действительно будет всплеск интереса к реакционным влогам. Еще в октябре это подогреет заявление о регистрации с участием «Метронных звезд». Так что действительно это такая развивающаяся честь. Но в этой трендов происходит много. Следите за научными новостями. Там создаются настоящие новости. При вашей помощи. Спасибо огромное, что нашли время для Фонтанки. Читатели и зрители интернет-газеты фонтанка.ру Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания.